Действие в том, что мы вот так вот через игры, да, через игры пытаемся повторить всю обычную арифметику, а потом ее распространить туда, где нет обычной арифметики, да, на какие-то значения, которые вообще не числены. Да, то есть это некоторое расширение. И, конечно, если мы, если мы хотим, чтобы это действительно повторяло, то действительно, если из тусы сравняется три вторых, то их должно уравняться три четверти. А почему я думаю, что три вторых это описываю? Что? Да, а почему вот это вот равняется? Почему вообще так написали? Трест означает следующее. Если мы сложим вот это вот само с собой, то получится три, ну, вот в этом смысле. И также то же самое получится, если мы складываем один и одно второе вот в этом и это. То есть тут, конечно, нужно сказать, что вот мы тут так довольно вольно действительно со всем этим обращаемся, но в результате противоречий не получится. И это, конечно, отдельно можно подробно доказывать. Хорошо, значит, теперь почему мы одну вторую убрали, а также почему мы вот здесь вот вновь убрали, это одно и то же. Значит, один и тот же принцип. И теперь у нас есть, да, теперь у нас есть определение, которое здесь можно использовать. Значит, что означает, что две игры равны. Ну, давайте я на более простом моменте покажу, да, значит, почему 0,1 и ничего равняется просто 1, ничего. Ну, что для этого нужно сделать? Значит, нужно доказать, что 0,1 и вот это плюс минус s на 1 и пустое слово, не пустое слово, не пустое слово, а пустое множество, вот это должно быть, должно равняться 0. Теперь, что такое минус вот эта штука? Можно поменять местами и, соответственно, взять минус. То есть, тут 0,1 и пустое множество плюс пустое множество и минус 1. Значит, вот это вот равняется 0. То есть, здесь должен выигрывать второй. Хорошо, давайте попробуем поиграть. Ну, можно просто поиграть, можно просто определение записать. Давайте поиграем. Что здесь можно сделать левый, да, значит, пусть левый ходит первым. Значит, у него есть два хода, либо в ноль, либо в один. Ну, пусть он сходил в ноль. Тогда получится 0 плюс вот это, то есть просто вот это вот, потом правый здесь ходит, получается минус 1, и правый выигрывает. Хорошо, пусть левый сходил вот сюда, выбыл единицу. Тогда здесь, так сказать, единица плюс вот это вот все. А правый тоже сходил вот здесь, вот, потому что у правого этапа нет ходов. Да, если правый ходил вот здесь, то выбыл минус 1. Получается, здесь единица, здесь минус единица. Ну, то есть, равно 0. Пусть теперь, наверное, правый ходит. Ну, а правый куда может сходить? Правый может только сюда сходить, минус 1. А левый на это может ответить 0 или единицей, но ему все равно не хватит, он снова прыгает. Ну, не знаю, это убедительно. Но, в общем, можно это немножко еще подробнее расписывать. Но, вообще, это будет так. Ну, и тут с одной второй точно так же. Можно вообще на все эти числа смотреть так, что у нас вот слева какие-то значения и справа какие-то значения. И, соответственно, в итоге левый игрок хочет, чтобы итоговое значение получилось побольше, strange lijн всё больше права, и чтобы такое значение получилось поменьше. Но если для лева хочется, чтобы получилось побольше, то зачем мы уходим в то значение, которое поменьше? Да, он будет уходить в то, которое побольше. Вот здесь вот, и вот здесь вот. А для правого наоборот. Radio это сделано, а для правого будет находить в то значение, которое поменьше. Ну, давайте что-то это вот это считаем. Да, значит, там тебе нужно посчитать 3 вторых, а минус 3 вторых будет, соответственно, минус 2 и минус 1. 3 вторых это 1, 2, а минус 3 вторых, это, соответственно, минус 2 и минус 1. Ну хорошо, значит, с чего у нас х таков, правильно? То есть помните, да? Значит, вот это вот, вот это вот и вот это. Как вы можете представить в таком же виде, в таком игровом виде, что у левого какие-то варианты, у правого какие-то. Что у левого варианта либо вообще всё под корень обрезать, тогда получится ноль, либо, соответственно, обрезать верхнее, тогда получится одна вторая. А у правого есть вариант, соответственно, вот этого, тогда станет соединиться. Но вот этот ноль тоже можно убрать по тем же принципам. Соответственно, здесь будет одна вторая один. Одна вторая один плюс одна вторая один плюс, соответственно, минус два минус один, что это равняться ноль. Почему это так? Но тут надо просто сыграть в эту игру. Здесь я просто по вашим формальным левым правилам сложу, то у меня получится ноль или нет? Можно, да, можно сложить просто по формальным левым правилам. То есть у меня сойдётся? Сойдётся. Ну, не то, чтобы прям ноль получится, но получится, здесь по формальным левым правилам, получится игра, получится результат какой-нибудь такой, а что тут будет минус, сколько? Да, справа будет плюс, сколько-то. То есть тут будет минус а и б. Но вот это равно нулю. Почему? Потому что если левый ходит, то поскольку здесь минус, то левый даёт какое-то преимущество правому своим правилам. И поэтому брайка ходит. А если, соответственно, правый ходит, то он даёт какое-то преимущество левому. И поэтому тоже брайка ходит. И выиграет второй игрок. Да, выиграет второй игрок. То есть реально если это расписать, то получится какая-то такая ситуация. Давайте распишем. Какие-то здесь могут быть варианты. У левого. Да, то есть у левого может быть вариант, что будет одна вторая. Значит, одна вторая плюс, соответственно, вот эта вот штука, одна вторая на один. И плюс минус два минус один. И плюс минус два минус один. Первый вариант. Если он выбрал одну из этих, то получится вот такая же. Если он выбрал вот эту, то получится минус два плюс одна вторая один. Плюс одна вторая один. Плюс одна вторая один. Понимаете, вы точно хотите это всё расписывать? Потому что, соответственно, справа получится один плюс одна вторая один. Плюс минус два минус один. Здесь вот так вот, я думаю справа. Юлибо Mittelman. Например, Francois. Почему только одна тоже питает 2? Почему только одна из питая изменяет Connecticut? Просто потому что вот эти две игры одинаковые. Давай много есть. Сейчас что бывает? Вот это есть. Я ничего не понимаю. Пожалуйста, объясните. Тут мы ставим три игры. Вот это, вот это и вот это. Значит, соответственно, ход левого. Левый может сделать ход вот в этой игре, а эти две останутся. И это вот этот вариант. Либо он может делать ход вот в этой игре, а вот эти две останутся. Это будет тоже самый вариант. Либо он может делать ход вот в этой игре, а вот эти две останутся, а это вот эти две. Так а почему мы не пишем тот же самый вариант? Ну как, это как второй элемент множества, зачем вы тогда записываете? Но здесь G и EJR это просто множество. Ага, и если они совпадают, то их можно изнорировать? Да, если они совпадают, то их можно написать. Здесь тоже самое. Ну хорошо, это я понял. И что, и как это досчитывать? На самом деле, тут можно ограничиться сравнением каждого с нулем. В смысле, доказать, что вот те, которые через запятую слева от черты отрицательные? Ну да, то есть можно сказать, что вот эти отрицательные и вот эти отрицательные, а вот эти положительные. И это уже будет достаточно для того, чтобы в итоге получился необычный. Ну, мне совершенно не очевидно, почему они отрицательные. Не очевидно, да. Ну да, в общем, тут, видимо, все-таки проще с картинкой исходной. Паяш, что конкретно все исходят.